Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы рассказать про свою тумбочку автомеханика, то есть как выглядит тумбочка автомеханика на станции технического обслуживания на дилере. Я не хочу говорить за все СТОшки, но конкретно как у меня на работе это все обстоит. То есть покажу сегодня свою тумбочку. То есть какой инструмент используется и вообще как выглядит тумбочка механика. Значит смотрите, вот так она выглядит со стороны внешне, то есть на четырех колесиках. Тут есть фиксаторы, но я обычно ими не пользуюсь, чтобы она никуда не укатывалась. Вот, соответственно, семь ящиков, две вот такие дверки по бокам, ну и сверху как бы вот можно какой-то инструмент, какие-то детали сверху сюда класть. Значит сразу, ну понятно, замок вот здесь вот, там сам замок, а здесь еще закрывается и вешается амбарный такой замочек, чтобы никто не залез. Сразу вот за это полотенце хочу пояснить, про вот эту вот историю. Это мы не используем тряпки на станции, мы используем вот такие бумажные полотенца. Ну типа как на кухне, только рулоны гораздо больше, вот такой примерно ширины они, вот, и там вот такой рулон, то есть скрутка там серьезная. Не как бумажное полотенце, вот немножко, а там нормально. Вот, такие бумажные полотенца висят в ремзоне, соответственно, ты отматываешь сколько тебе нужно и берешь. Вот, я обычно себе на ТО-шку всегда вот так отматываю и сюда вот так вешаю, мне вот, ну чуть больше бывает, вот почти до пола у меня свисает, это мне на больше даже чем ТО-шку хватает. То есть я с запасом беру, вот одну в карман себе кладу, чтобы, когда нужно там проверить масло, там трейды найти посмотреть, чтобы с собой тумбу не брать. У меня всегда в левом кармане, всегда в правом перчатке, в левом у меня вот такая вот, кусочек вот такой бумажки. Ну они отрываются, такие квадратики, сколько нужно отрывается. Вот, я обычно себе вот так вешаю и потом сколько нужно беру. Вот, это что касается бумажного полотенца. Также у меня вот здесь сверху тут идет такой резиновый коврик, подложка, но я обычно сверху вот этого резинового коврика, чтобы все было чисто, я еще вот такое бумажное полотенце тоже сверху кладу. Ну, что если что-то пролилось, там всегда как бы это можно бумажное полотенце поменять, новое. Мне обычно на смену хватает, то есть там на 2-3 дня мне вот такого полотенца хватает. Ну, если бывает какой-то эксцесс, там какая-то грязь очень много, чтобы тяжелая какая-то грязная работа была, тогда, конечно, меняешь чаще. А так обычно на 2-3 дня слегка хватает, даже потом еще на следующие. Вот, значит, это что касается вот так вот внешнего вида. Дальше вот это бумажное полотенце просто сверху, то есть вот так оно выглядит. Ну и сюда я складываю, соответственно, сюда вот ставлю обычная СТОшка, сюда ставлю канистру с маслом, здесь фильтра, сюда вот обычно кладу салонный и воздушный фильтр, сюда масляный, там тормозуха, если что, сюда, пробочку вот в эти вот кармашки, тут видите удобно, сюда вот пробочку, эту прокладку под сливную пробку, ну и так далее. То есть здесь у меня лежит инструмент, но инструмент я обычно, у меня никогда на тумбе не валяется горкой, я всегда попользовался, сложил обратно, то есть у меня всегда все в тумбе лежит, а здесь у меня запчасти в основном лежат. Вот. Это вот так она выглядит сбоку, да, вот это полотенце, то, что я говорил, дверки. Вот. У каждого механика свой номер, то есть у меня шестая тумба, ну и их там 25, по-моему, что-то такое. Вот. Значит, вот это то, что у меня под резиновым ковриком, как я сказал, сверху идет подложка из резинового коврика, а это то, что снизу. Вот эти бумажки, это всякие различные инструкции, это СБшки, ну когда там, допустим, какая-то сервисная компания, гарантийная там, новая машина, вот допустим, сейчас на Селтасах, отзывная компания, там проверять вентиля, то есть закреплены они или нет. Бывает там еще что-то там, какие-то прокладки, еще что-то там, зазоры в фонарях задних проверять там, чтобы зазоры, если нужно регулировать, там бывает там что-то протирается фонарем, как разочное покрытие, в общем, всякие ТСБшки. Вот это, это сетка от бампера, ну знаете, решетка радиатора есть, но в ней большие очень зазоры. И предлагается всегда дополнительно поставить вот эту сетку, то есть снимается бампер, ставится вот такая защитная сетка радиатора, чтобы радиатор защитить от камней, от всякого такого. Вот эти очень, ну и кусочки, соответственно, когда ставишь эту сетку, обязательно что-то остается, вот такие вот кусочки, я то, что осталось, кладу себе под коврик. Очень часто пригождается, допустим, чтобы закрепить теплоэкран. У фордов очень дебильная конструкция, в общем, крепление очень такой, маленькие шайбочки, и, в общем, когда теплоэкран прогнивает, он отваливается, ну то есть на глушитель падает, вот, и вот такими вот сеточками крепится теплоэкран. Очень, то есть, как бы, достаточно часто используется. Это вот у меня на одной из дверок, вот такая вот прищепка, сюда вешается заказ-наряд. То есть приезжает автомобиль, у него заказ-наряд там. Какие ремонты? ТО, там, замена масла, там, замена колодок и так далее, там, какие-нибудь там. Шрусы меняли, в общем, всегда у каждого автомобиля идет заказ-наряд. Вот сюда вешается заказ-наряд, чтобы его на тумбу не класть, поскольку на тумбе у меня, как я сказал, запчасти, инструмент. Заказ-наряд вешается вот сюда. Это то, что находится вот в этой левой дверке. Давайте подробно посмотрим. Вот здесь вот снизу, это какое-то масло, я, честно говоря, не помню, фордовское. Вот автомат-коробки, скорее всего, что-то осталось. Вот это от ЭФКСП-3, это масло для автомат-коробок на КИА, тоже осталось у меня. Ну, это, я как бы не юзаю вот эти две канистры, это у меня просто остались, я положил. То, что используется. Вот эта вот тормозуха, вот она, ДОТ-4, тоже for service. Фордовская тормозуха, очень часто используется. Ну, то есть, тормозуха всегда, когда делается ТО, всегда тормозуха остается чуть-чуть. И, поэтому, тормозуха всегда есть. И я обычно всегда, если у меня вот, ну, больше сюда не положить, но одна канистрочка у меня всегда вот литрушечка, там, пол-литра, если это кияшная какая-нибудь тормозуха, всегда тормозуха есть, потому что часто бывает, ну, понятно, когда ТО делаешь там свою тормозуху, как бы в заказ вносят, поэтому там ничего не надо. Но если, допустим, меняется, часто вот менял коробку на транзите, то есть, снимаешь коробку, ставишь обратно, нужно прокачать сцепление. И сцепление на транзитах прокачивается. Ты не заливаешь тормозуху, а набираешь в шприц, набираешь тормозуху, и через штуцер на ботую загоняешь. То есть, не из штуцера выгоняешь, прокачиваешь, а в штуцер загоняется. Вот, и, ну, понятно, тормозуха там не выдается, потому что, как бы, замены коробки, запчасти для коробки идут. Вот, а тормозуха не выдается, поэтому часто бывает, что приходится юзать свою. Поэтому тормозуха всегда есть. Дальше здесь водичка, это, ну, доливать там, допустим, антифриз, там чуть уровень упал, там не всегда в заказ вносится, поэтому доливается вода дистиллированная. Ну, соответственно, вот это у меня медяшка, медная смазка. Это, когда защиту картера снимаешь, ну, она болтами крепится, понятно. Те, которые болты выкручиваются, я вот этой графитовой смазкой смазываю, графитной. Вот. А те, которые на закладных, они не выкручиваются, их там кисточкой не очень удобно мазать, поэтому я мажу вот таким спреем медной смазкой. Туда загоняешь эту смазку, попрыскал, все, то есть защиту картера когда. Ну, а вот эта у меня крышечка, это когда снимаешь, меняешь топливный фильтр, ну, если кто представляет, как он выглядит, да, топливный фильтр, когда снимаешь, там эти сиденья откидываешь, там вынимаешь вот эту всю историю, разбираешь, его меняешь. На современных конструкциях, там на Киев, на самом деле не только на Киев, вот мы с Никитой меняли, у него на пяташке там тоже. Там идет пластиковый такой шланг, он одевается на штуцер, и он, там горячая запрессовка, то есть он пластмассовый, и он разогревается и на горячую одевается. Потом, когда охлаждается, он схватывается, ну, понятно, там еще хомут есть, вот, хомуты там ножичком поддеваешь, все, он как бы расслабляется. Но сам шланг у него тугая горячая напрессовка, и чтобы его снять, я вот в эту вот, у меня чистая вот такая пробка от спреев, ну, на все вот такие вот спреи, понятно, идут крышечки. Вот, соответственно, я одну себе оставил, у меня она чистая, я набираю в кулере кипяток, и вот этот штуцер на три минутки в этот кипяток. Все, он нагревается, расширяется, вот этот пластиковый шланг, и ты его спокойно снимаешь, точно так же одеваешь, разогреваешь, одеваешь. То есть это у меня вот для кипяточка, для, чтобы менять топливный фильтр. Ну, а вот, вот это моя красненькая вот этот колпачок, красненькая крышка в действии, да, вот то, что я говорил, с кипяточком, наливается кипяточек, и опускается туда пластмассовый шланг вот с этим штуцером, ну, вот, на, при замене топливного фильтра. Вот так это все выглядит в действии, то есть на верстаке расстилается бумага, разбирается вот так вот топливный фильтр, да, вот это корпус, это крышка, соответственно, вот они двумя отверточками, то, что, помните, я говорил, вот это приспособой подковыривать, которая у меня там специальная, вот она, и отвертка. Все, соответственно, вот он сам фильтр, который меняется, и для того, чтобы его поменять, нужно разъединить, чтобы вот этот, чтобы сам насос вот так через низ вытащить, да, нужно его, ну, как бы, вот, чтобы вот этот шланг, он туда вниз прошел, а здесь вот эта история, она не дает, мешает, поэтому вот это соединение нужно разъединить. Вот оно у меня в кипяточке распаривается, все, вот так вот оно поближе выглядит, вот тут, соответственно, вот он, вот хомутик, который я ножом подковырнул, все, он уже как бы расслаблен, единственное, вот это соединение нужно нагреть, и потом просто руками вот здесь берешь и его разъединяешь. Вот так это работает. Это правое, то, что находится в правой дверке, давайте тоже повнимательнее посмотрим. Ну, давайте сверху начнем. Здесь вот у меня точно такой же, только там был красный, вот этот колпачок, здесь у меня вот эта крышечка черная, да, это под, ну, вот это у меня идет воронка, заливать масло в автомобиль, вот, и, соответственно, вот эта вот воронка, с нее обычно масло все накапывает, я, конечно, бывает, что, ну, в основном, у меня стекает оно в саму эту канистру, с которой масло наливаешь, то есть залил масло, поставил, потом эту пробку на эту канистру, она стекает. Ну, так или иначе, чтобы тумбу не засрало, у меня вот эта вот воронка, она кладется, ставится на вот эту крышку, и масло стекает туда, потом периодически оттуда выливаешь. Это воронка, чтобы менять антифриз, ну, когда антифриз меняется, вот такая вот у меня вороночка именно для антифриза. Вот это вот красное, это удлинитель для вот этой воронки, потому что бывает, что двигатель находится не сверху, а бывает на транзитах, на переднеприводных, он туда внизу, и заливная крышка, она там внизу. И мне, у меня канистр с маслом, вот это моя воронка, я ее ставлю, и мне, ну, вот с такой высоты не залить, там очень мало места. Поэтому приходится вот такой вот, вот такой вот, это красное, то есть она примерно вот такой длины, то есть такой удлинитель, и на него одевается воронка, и получается воронка у меня с вот таким шлангом. И тогда воронку уже не внизу, мне приходится заливать, а оно поднимается гораздо выше, и я уже вот здесь отсюда заливаю. То есть это для труднодоступных мест, если какой-то двигатель такой с нижним расположением заревной горловины, тогда вот этот удлинитель юзается. И там еще вдали есть небольшой такой удлинитель, это менять на фордах, на некоторых тормозуху. То есть бывает бачок расширительный с тормозной жидкостью, он под жабо, вот на вторых фокусах и так далее. И соответственно туда просто так не зальешь, приходится вот такой вот, ну в общем у меня такой он, изогнутый тоже пластиковый такой удлинитель, через него заливаешь. Вот, соответственно, а, ну и теперь по поводу того, что у меня внизу. Здесь обычно баллоны тоже со всякими смазочными этими самыми, значит вот это очиститель тормозов, ну это классика, да, там что-то от масла отмыть и так далее. То есть вот это очиститель. Здесь у меня идет адгезионная смазка, ну либо адгезионка, либо ххс, там два вида, веповская и люльховская. Вот, это смазывать замки, петель, ну и так далее. Что-то такое, там бывает пластик помазать, чтобы легко зашло. Короче, такая смазка, которая уменьшает трение, вот адгезионная очень хорошая. Здесь у меня силикон, тоже часто используется, ну для пластика, но я не очень часто, как бы я в основном адгезионкой. Силикон не часто применяется, но тоже бывает, что что-то там, резинки вот эти вот, когда там приезжает автомобиль, допустим, заявка. Ну не часто такое бывает, но бывает. Подготовка к зиме. Некоторые там приезжают с такой, как бы, просьбой. Подготовка к зиме. Ну и, соответственно, там проверяешь антифриз, там точку незамерзания рефрактометром, там и так далее, там вот эти все истории. И также в эту процедуру входит смазка вот этих вот резинок, резинового хлопотения, ну чтобы на морозе не примерзло. Вот используется силикон. Значит, силикон, ХХС-ка, адгезионка, тормозуха, вот это разрушитель жарчины, ну аналог ВД-шки. Вот, это, если какие-то закисшие соединения приходится, ты их коршоткой почистил, вот это вот ростов, вот этот залил. Ну а здесь у меня очиститель дросселя, они часто используются, потому что не часто приходится чистить дроссель, но так или иначе, вот у меня еще очиститель дроссельных заслонок здесь есть. Далее поехали. Теперь по непосредственному инструменту, уже по вот этим полочкам, которые я говорил. Это самая верхняя первая полка. Здесь у меня набор рожково-накидных ключей, я не помню, вот шестерки, помню, до 24-го. Соответственно, вот они ключи. Здесь у меня вот это вот лезвие я использую, когда хранение на шиномонтаж идет, ну то есть человек приехал с шинкой, и колеса он не с собой забирает, некоторые забирают с собой, тогда берешь пакеты, и в пакеты, и в машину. А некоторые оставляют на хранение колеса, и соответственно на хранение там так, ну бланк такой, и четыре напечатанных как бы, ну этикетки, чтобы на колеса вешать. И у меня ножниц нету, я вот таким вот, вот таким вот лезвием просто разрезаю, вот эти вот, эти самые, чтобы наклеивать. Это у меня нож делать шинку, ну не только шинку, что-то вырезать там, допустим, защита, установка защиты, допустим, на новой автомобиле. Там бывает, что защита крепится, нужно вырезать в пыльнике отверстие. Я вырезаю вот таким вот ножом. Ну и также шинку, вот они грузики, вот кстати у меня лежат грузики, остаются после шинки, я их как бы складываю, потому что бывает не всегда удобно идти на склад эти грузики забирать. Не всегда их выписывают, приходится идти на РМ склад, чтобы там получить. Вот, и соответственно не всегда бывает удобно, там бывает закрыто, человека нету, и поэтому я свои юзаю, потом когда надо я иду, беру, получаю по заказу. Вот, очень часто как бы они пригождаются, и вот этим вот ножом как раз я вот эти грузики вот так вот здесь вот по вот этим вот рискам срезаю. Ну там изолента бывает тоже пригождается, хоть я как бы и не автоэлектрик, но бывает пригождается, допустим, на транзитах часто бывает проблема, загораются колодки. И, вернее как, проблема не то, что они загораются, бывает, что выдаются неоригинальные колодки, с которыми, а на транзитах там идет датчик. То есть там колодки, когда меняешь, там ставится датчик износа колодок, электрический. На неоригинальных колодках, там не идет этот датчик в комплекте с колодками. То есть ставишь колодки, а датчика нет. Старый, понятно, он уже все, его выкидывать. Нового нету. Соответственно, что делать? У меня вот здесь вот, ну тут может быть не видно, тут вот они. Вот они датчик, вот он разъем, и вот он, видите, провод вот такой длинный, вот он идет. Ну вот, если видно, вот он тут под грузиками. Вот, у меня некоторые остаются, я иногда ставлю свои, но бывает, что нету. И, соответственно, что делаешь? Ты вот этот вот разъем, вот этот разъем, вот старого датчика, вот этот разъем, вот здесь вот просто обрезаешь провод, и два конца просто соединяешь. Ну, соответственно, оголяешь провода, заматываешь, и чтобы изоленты замотать, вот у меня как бы есть изолента. То есть бывает такой электрический, мелкие такие электрические ремонты тоже делаешь. Вот, ну дальше что тут? Тут куча всякого крепежа, бывает, пригождаются клопики, не клопики, всякая херня. Здесь у меня некоторые вот такие вот ключи очень удобные, скоростные, с трещоткой. Здесь вот закладные болты, вот они, всякое разное. И вот здесь вот у меня тоже крыльчка, в ней саморезы замена рамок. Когда делаешь замену рамок, чтобы иногда бывает, что нужно саморез какой-то там ставить, сгнил, новый. Вот у меня здесь саморезики, ну не только саморезики, всякая мелочь, короче, лежит. Вот, это по верхней полке. Дальше вторая полка, ну мы как бы сверху вниз пойдем. Здесь у меня, соответственно, вот такие вот головки. Ну, понятно, трещотка, понятно, трещотка. Два удлинителя, карданчик. Здесь вот у меня две специальные головки отдельно лежат. Это для откручивания и закручивания колесных гаек, болтов. Вот эта на 21 большая, это на Kia. И 19-ая это на Ford, Havail и так далее. Вот, соответственно, это именно головки под колесные болты. Вот здесь вот отдельная на 17. Это вот как раз на Suzuki. Сейчас у нас новый бренд Suzuki. Вот на 17. Ну, также вот у меня на Жигуле тоже 17-ая. Поэтому вот отдельная головка еще на 17. Ну, давайте все-таки вот так пойдем. Значит, тут понятно все. Дальше здесь тоже вот эти вот головки. Вот 13-ая часто юзается на Ford, снятие защиты. 14-ая это на Kia. Бывает 15-ая головка это откручивание на некоторых Ford сливной пробке. Ну, обычно 13, но бывает еще 15. 14-ая на Havail тоже откручивается пробка. 17-ая это вот защита как раз тоже на Kia, на Ford. Бывает 13-17 защита откручивается. Вот, бывает еще на 19. На этих, на кубах. Там 17-ая, 19-ая. Вот, ну, дальше всякие вот эти. Вот эти в масле, потому что на дизельных моторах откручивается фильтр. Вот таким вот большой головкой. Я не помню, там 24. Там вот их несколько используются, разные размеры. Здесь у меня головки с шестигранными вставками. Это, опять же, фильтр откручивать пробочки. И также колодки, если на Ford меняешь, там тоже под шестигранник. Вот эти направляющие тоже вот одна из этих головок применяется. Дальше здесь, ну, понятно, маленькие головки всякие. На 7-8 хомуты там подкручивать еще что-то. Вот здесь трещотка, соответственно, ну, вот эта вся лабудень. Вот, а здесь также что используется? Вот эта вот на 17, по-моему, головка. Это под свечи, но бывают маленькие свечи на 14, по-моему. Там приходится на RM-склад идти, там именно специнструмент лежит. Если что-то нет, идешь туда. Вот, но это классика вот как бы на 17 свечной пол на 17, я, честно, не помню. Здесь у меня два торакса. Один, это на транзитах менять ступичный подшипник. И один побольше шаровый с Ford. Откручивать, ну, когда шаровую там нужно что-то разобрать, шару снять. Шаровую снимаешь, там вот такие вот тоже есть болтон с тораксом. Все, по верхней полке вроде как все. Дальше третья полка, давайте. Третья полка. Здесь у меня отвертки. Вот, соответственно, шлицевые отвертки. Такие. Это вот измеритель. Сейчас у нас новая история. Измеритель глубины протектора шин. Тоже меряем, записываем. Вот, это тораксы. Поближе сейчас хочу показать. Вот, видите, это не отвертка, это именно тораксы. Вот, отдельными такими этими. Ну, это откручивать. Вот этот торакс часто используется. Откручивать пыльник на фордах. Вот эти маленькие тоже, бывает, куда-то используются. Здесь у меня также грузики лежат отдельно. Коплет грузов. Здесь у меня вот этот клоподер. Клопы, опять же, срывать на пыльниках, на хавейлах. Ну, на хавейлах там другая схема используется. А вот на киях. Вот такой вот клоподер. Здесь у меня очки. Там пластиковые хомутики. Опять же, когда ставишь вот эту сетку. Защита радиатора, то, что я говорил, да. Часто не выдают, опять же, вот эти пластиковые хомуты. Когда выдают, они остаются, я себе складываю. Бывает, что не выдают. Сейчас вот стали выдавать в последнее время. А то, бывает, что не выдают. И используешь свои. Либо на РМ идешь, но, опять же, не всегда удобно туда сходить. Там закрыто бывает, поэтому используешь свои. Ну, очки, понятно, что ты, если болгаришь, там, болгаркой, там, что-то режешь. И тут у меня также есть такие два крючочка. Это когда суппорт, чтобы подвешивать, когда меняешь колодки. Бывает, суппорт нужно подвесить. Короче, подвешиваешь. Вот. Ну, здесь у меня также, видите, там, вентиля. Очень часто после шинки остаются там, допустим. Ну, выписали, а они там не меняются, а их выписали. Ну, соответственно, кладешь себе в тумбу. Вот у меня они здесь складываются. Бывает, потом иногда пригождается куда-то что-то воткнуть. Так, вроде все рассказал. Ну, по хавалам я позже расскажу. Там отвертка используется. И еще одна, там, типа двумя отвертками клопы вынимаются на хавейлах. Это четвертая. Четвертый ящик. Здесь у меня узкогубцы, кусачки, пассатижи и вот такие собаки. Также две пневматические трещотки. Маленькая и большая. Маленькая очень часто, когда защита крепления на 10. Или, допустим, на киях, на сорентиках. Там пыльник по кругу идет не на клопах, а на болтах десятках. Ну, и, соответственно, там штук, наверное, 15. Чтобы это все открутить вручную, это очень долго. Вот используется такая маленькая трещоточка. Вот, в совокупе с вот этой вот длинной на 10 головкой. И вот это я вот их две беру. Скрепил и вот эту трещотку, маленькую трещоточку, вот эту вот. И все. Цепляешь. Офигенно. Вот. Это заглушки от коробки. Когда коробку снимаешь на киях, вот эти вот заглушки бывают. Знаешь, ну, чтобы не сливать с масла, туда, куда привода в коробку одеваются, вот эти заглушки ставишь. Ну, я в основном масло сливал, я не использовал эти заглушки. Ну, а здесь, понятно, спецура это для съема колец, стопорных колец. У меня дома тоже такой набор. Здесь одного не хватает. У меня дома вот лекотовские все четыре вот эти есть. Так, пятая тумбочка. Вот. Значит, что здесь? Здесь, понятно, у меня вот слева идет цепной съемник масляных фильтров. Это набор шестигранников. А здесь, ну, типа штангенциркуля, только не штангенциркуль с прямыми губами, а там с такими, как бы, прививчиками для того, чтобы мерить толщину тормозного диска. То есть, если ты обычными, там же выработка по краю идет. Если обычными, обычным штангенциркуля мерить, ты будешь мерить вот эту выработку. А мне внутреннюю часть диска нужно померить. Поэтому вот такая специальная идет. Я, к сожалению, не открывал вот эту коробку. Здесь вот показываю в действии, да. Это специально такой типа штангенциркуля для замера остаточной толщины тормозного диска. Так вот он выглядит. Вот здесь вот сблизи, видите, то есть это не просто штангенциркуль. У него здесь такие небольшие приливчики. Если штангенциркуль, у него губы идут просто плоские вот эти, то здесь, видите, такие приливчики специально, чтобы обходить вот эту вот выработку. То есть износ происходит внутри, а край, вот эта кромка, она остается той же толщины. Ну, пока вот эту окалину не обобьешь, там, да, она не всегда отбивается именно по краям. Вот, тут металл, как бы часть металла остается. Чтобы посмотреть именно выработку саму внутри, специально вот такие приливчики, чтобы заходить именно вглубь. Вот, так вот меряется толщина тормозного диска. Вот, ну и, соответственно, по регламенту уже смотришь, там, допустимый еще остаток толщины или уже необходимо диски менять, что они уже отбраковываются. Вот, это все смотришь. Здесь набор различных выколоток. Вот, более большая, в частности используется, опять же, шаровый выбить. Ну, не шаровый, а болт шаровый, когда ты его молотком обстучал, и потом в глубину, чтобы выбить, вот, используешь. Ну, и маленький и так далее. Вот, здесь у меня вот эти вот заказники. Следующая фотка будет без них. Вот эти заказники, это у меня на рамке. Ну, замена рамок, я собираю их, потом, если часов не хватает, я их, ну, у меня заказы здесь копятся, копятся. Там я записываю, сколько рамок я заменил. Вот, потом просто относишь, когда надо, короче, тебе закрывают. Это у меня заказы с рамками. Ну, и также там ниже были пример, как оформлять заказ. Сейчас было одно время, приезжали прям кучно, как сейчас, вот, Хавейлы едут на замену трубок топливных, сервисная компания. Также ездили, этим, Фарды Эксплореры на замену рычагов задних. Ну, вот, малых рычагов. Короче, тоже вот у меня там эта самая инструкция была. Ну, здесь маленькие зубила, и вот тут специальная спецура. Ну, к сожалению, ее, может, плохо видно. Это специально, это вот как раз на Хавейлах я себе сделал, типа, маленькой отверточки. И там клопы, дебильная, короче, система, там нужны двумя отвертками. Одной и второй. И вот так его вынимаешь. То есть, клоподером не подвесить, там с двух сторон нужно. Вот, вот такую использую, тоже хитрую приспособленную. Ну, и также бывает что-то подковырнуть на, когда меняешь топливные фильтра. Тоже часто вот эта штука пригождается. Значит, следующая фотка уже без заказников. Тут вот получше все это видно. Вот это вот, как я сказал, маленькая подковыривалка. Здесь всякие выколотки эти. Это вот зубило бывает. Прокладку с сливной пробки так не снять. Она там, ну, как сказать, ты когда закручиваешь вот эту пробку, сливную на поддоне картера, если перетянуть, там она из алюминия делается, вот эта прокладочка, колечко. И оно расплющивается, и бывает так сильно расплющивается, что потом его не снять, когда меняешь масло, потом снимаешь. Короче, зубилом вот таким его перебиваешь, перекусываешь. Вот, здесь набор напильников. Вот, ну, я не часто использую это, когда колодки, допустим, чистка тормозных механизмов. Бывает, что-то там нужно подработать, но обычно идешь на точилой, там все это работаешь. Ну, либо отверткой. Значит, следующие, вот последние две тумбы большие. Здесь у меня что? Ну, здесь у меня очень много накапливается перчаток, потому что, ну, я как бы экономно достаточно пользуюсь. Поэтому у меня, как правило, перчатки остаются. Вот, соответственно, вот здесь они у меня хранятся. Также здесь идут два молотка, маленький и большой. Ну, маленький под большим, там его не видно. Большое зубило, там специальная выколотка, там их несколько, но я одну использую, там вот она лежит. Специальная такая длинная выколотка, чтобы шрус, когда, опять же, нужно, ну, либо при снятии коробки, либо просто шрус меняется, или еще что-то. Бывает, шрус нужно вытащить, да. И он в шлицах, бывает, очень сильно прикисает, и, как бы, его нужно просто сбить сначала. Конечно, если совсем беда, используется пневматический, пневматическое зубило, но, как правило, я вот использую молоток и вот эту выколотку. Она специально там, в шрусе, в середине углубление есть, а вот у этой выколотки, как раз она вот так вот сточена, специально там, как бы, направляющий. Ну, и ты ставишь, и, как бы, вот шрус этот выбиваешь. Вот, дальше у меня здесь вот эта вот намотка, как раз вот шинку делаешь, когда, вы помните, я сказал, при хранении там такой бланк и специальные этикеточки. Вот эту этикеточку, вот этой вот намоткой к колесу ты приматываешь. Ну, здесь у меня эта бутылочка с водой, с лавровым листом это я пил. Вот, ну, также у меня здесь вода. Я с собой воду таскаю, ну, пить, чтобы не бегать к себе в шкафчик на второй этаж. Я обычно воду литровую с собой беру, тоже вот сюда вот ее кладу. Это, понятно, подкачка шин, да, проверять давление в шинах. Это монтировка, а снизу монтировки там специальная такая, как сказать, ну, типа проволоки, такой жесткой, изогнутой. Это бывают закладные. Когда закладная бывает раз, куда-то туда и закатилась под подрамник. И вот ты ее из подрамника, вот этой штуку очень удобно всегда находил. Потому что отвертку туда не подвесни, чем все, как бы закладную ты потерял. А если даже новую выпишут, это будет греметь. То есть бывает, ну, либо просто при ТОшке откручиваешь, она раз туда залетела. Бывает, что закладную нужно менять, ее срезаешь болгаркой, но бывает, что не вытащить, там она куда-то залетела. И, понятно, если ты меняешь закладную, там ее все равно срезал, тебе новую выдадут. Но дело в том, что старая-то будет бренчать потом в подрамнике, поэтому все равно нужно вынимать. Вот такой штукой я ее, их вынимаю. Ну и последняя полка здесь у меня. Вот эта канистра, это у меня пустая, это я просто себе потом домой. Ну, клиент приезжал со своим маслом, соответственно, вот эта канистра полностью, если что-то остается, ты, конечно, клиенту в багажник обратно кладешь. Но если уже полностью, я обычно с собой забираю, ну, иногда, когда мне необходимо. Это вот у меня пустая просто канистра, как бы это с собой. Вот здесь вот слева это тоже осталось, это жидкость гур, ну, обычно тоже на тошке, там, если уровня нет, ты подливаешь. Вот, соответственно, вот эту вот жидкость гур подливаешь. Дальше, ну, понятно, основной здесь это гайковерт откручивать, опять же, защиты, колеса, там и все остальное. Это диаметрический ключ протягивать, соответственно, колеса. Вот здесь вот есть магнит такой, ну, понятно, магнитик на гибком удлинителе, как бы магнитиком что-то там зацеплять. Естественно, идет коршотка чистить, ну, и, в принципе, из основного все. То есть, все, что я как бы здесь юзаю, это вот гайковерт в паре с, ну, когда ты ошку делаешь, да, гайковертом откручиваешь, динамкой потом протягиваешь колеса. Соответственно, вот этот удлинитель, тут еще вот снизу под гайковертом зеркальце, когда одно время меняли очень часто коробки, там автомат коробки, да, там бублик вот этот, и там, как сказать, ну, сложно объяснить, когда не представляешь. Короче, там, в общем, зеркальце приходилось использовать, чтобы состыковать вот коробку с двигателем, скажем так, с маховиком, там отверстие на бублике и на маховике, и там только через вот так вот, ну, там помечал маркером один из этих самых болтов на бублике, помечаешь маркером, ручкой вернее, что он синенький, да, как бы у тебя. И вот этим вот подсвечиваешь, смотришь и, как бы, соотносишь, вот, там зеркальце вот это часто использовал. Ну, и, соответственно, все, коршотка, ну, тут у меня, понятно, всякие тоже там, вот, защиты кронштейны закладные лежат, это все, как бы, такая история. Ну, и получается все, друзья, все по тумбочке, я вам все рассказал, ну, а спицура какая там может использоваться? Бывает, что болгарку берешь, это, опять же, на ремскладе берешь, соответственно, вот всякие там, если головки под свечные головки, какие-то другие, допустим, специальная оправка на топливный фильтр, вот на новый сейчас Киев пошел, топливный фильтр снизу, откручиваешь, специально такая большая насадка. Различные головки, допустим, 36-я головка, у меня максимальная до 32-й, вот в наборе, то, что я показывал во второй тумбочке, вот здесь вот, самая большая головка это 32-я, вот она, вот эта вот, 32-я. А там гайка привода, она 36-я, соответственно, идешь, берешь вот эту большую головку, ну, и также приходится там она на 3-4, поэтому часто это все используется, поскольку она очень крепко закручена, часто это еще с большим гайковертом. Идешь на, в агрегатную мастерскую, и в агрегатке там лежит огромный такой гайковер, то есть не вот маленький, который я показал, да, а большой вот такой гайковерт здоровый, у него больше момент, и им откручиваешь, если что-то не откручивается. На транзитах бывает подрамник не откручивается обычным гайковертом, приходится брать вот этот усиленный, также бывает колеса не всегда открутить на транзите, потому что там момент 200 ньютонов, а не 130, да, как на легковых. Вот, ну, в общем, всякое такое. Ну, а вот это, то, что я вам рассказывал, головка на 36, головка на 36, да, большая, под квадрат 3-4, и вот он большой гайковерт. Вот можете сравнить мой гайковерт, да, 1-4 маленький, и вот он большой, который берется в агрегатке усиленный. Вот так вот он выглядит. Это я меняю ступичный подшипник на транзите, ну, и, соответственно, для того, чтобы его поменять, нужно необходимо вытащить широкий. Крус, и вот таким вот гайковертом это все, гайка вот эта откручивается. Также бывает на РМ-складе часто беру тонкостенные головки для колес, потому что бывает, приезжает клиент на неоригинальных дисках, и колодцы там очень узкие. То есть гайка и, понятно, расстояние между, как бы, гайкой и стенкой колодца очень маленькое, и обычная головка туда просто не влезает, вот эта вот усиленная особенно, вот, колесная. Поэтому приходится вот со сточными гранями брать, то есть тонкостенные головки. Вот, также, допустим, меняешь катализатор, нужно открутить лямбда-зонд. Тоже идешь, берешь специальная разрезная такая головка для снятия лямбда-зонда. Также, ну, в общем, куча-куча инструмента, там, всякие выродки большие, удлинители, головки специальные для сорванного крепежа. Куча, короче, инструмента, какой берешь на РМ-складе, там, спецура всякая разная. Ну, вот, основной, как бы, инструмент, которым я пользуюсь каждодневно, я показал, вот. То, что уже там дополнительно, это уже дополнительно, это уже стяжки пружин и так далее, это уже отдельная история. Ну, а вот, собственно, как все это выглядит, то, что я вам говорил, во время непосредственно выполнения ТО. Это длинное ТО, это где-то на 4 часа у меня была машина. Здесь мы видим масло, да, то есть замена масла. Замена, ну, это ТО-6 было, поэтому каждое второе ТО на Киеве идет замена тормозной жидкости. Поэтому вот она, тормозная жидкость литр. А это вот масляный фильтр, вот здесь вот, вот он, то есть масло, масляный фильтр, тормозуха, вот колечко, которое, помните, я говорил, что вот сюда вот в нишу я кладу колечко от стрельной пробки, которая как раз сплющивается и уплотняет соединение. Это у нас колодки была, замена колодок и тормозных дисков, то есть передние тормозные диски менялись и передние тормозные колодки. Это вот классика, да, воздушный и салонный фильтр. Ну и вот замена АТФ-СП-4, это замена масла в коробке. Вот, 9 литров, или сколько тут, 8? 8, 8 литров полная замена. Вот, ну и вот он, заказ снаряда, тут вот видно, с краешку, вот он висит. То есть вот так вот, и вот бумага. То, что я вам рассказывал, вот она бумага у меня. Вот, так вот выглядит как бы моя тумба, то есть инструмента, как видите, ну обычно, когда ТОшка, обычно ТОшка, она выглядит, конечно, не так. То есть колодок, дисков и вот этого масла нету, соответственно, тут вот эти фильтра лежат вот здесь, и тут у меня есть место, в принципе, куда положить там трещотку, там головку, цепной съемник, там и так далее. То есть обычно место есть, но тут места совсем, конечно, нету. Вот, длинное очень ТО. Вот, так это выглядело во время ремонта уже непосредственно. То есть вот здесь у меня молоток, это я сбивал, обстукивал тормозные диски. Вот, это у меня как раз вот пневмотрещотка подключена, видите, к пневмолинии. Вот он шланг, вот она, пневмотрещотка вот здесь вот подключена. Это вот гайковерт, это снятая уже скоба суппорта, здесь вороток удлинитель, это ударная головка. Вот он у нас на фильтр открытый. Здесь отвертки, ключи, вот это вот болты крепления скобы тормозного суппорта. Вот коршотка вот эта вот, тут уже колодки сняты, вот от них скобки, колодки уже. И вот ростов. Ростовом я это все заливал. Вот, так это во время ремонта все выглядит. Вот то, что я вам рассказывал, помните, я сказал, что крючочек используют подвешивать суппорта тормозные. Вот он крючочек как раз таки, можно его видеть. Вот он подвешенный, подвешенный тормозной суппорт. Вот, меняется тормозной диск. Ну а это ударная головка, тоже опять же берется на рем-складе как специнструмент. Ударная головка, чтобы открутить вот эти вот болты крепления тормозного диска. Вот, ударная головка, здесь вот она отдельно, отдельная фотография, вот так она выглядит. То есть, ты ее берешь и вот сюда по этой молотком бьешь, вот. А здесь рукой, рукой создаешь как бы небольшое усилие на откручивание. Вот, она откручивает. Как-то вот так. Вот, таким вот инструментом я пользуюсь, в принципе, на работе. Практически все, что я показал, у меня есть и дома. Ну, за исключением пневмоинструмента, да, как бы динамки у меня аж две, маленькая и большая, среднюю я пока не купил. Вот, стяжки пружин у меня вон висят аж два вида, то есть четыре штуки. Также фонарик, вот фонарик у меня на работе нету, я телефон просто использую в качестве фонарика. А так дома у меня два аж фонарика, большой такой хороший и маленький, чисто бытовой. Ну, домашний инструмент я, наверное, в отдельном ролике покажу. Это вот я показал то, что у меня есть на работе. А давайте следующий ролик я сделаю, покажу, какой инструмент у меня есть дома, в моей комнате. То есть сравним. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, было интересно узнать, какой инструмент используется на станциях. Вот, на этом все. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующих роликах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok